царевна короче сашки взяли этот в бургер кинги ролл потому что сейчас мы приедем игоря высадим сашу заберем сами поедем самый на рядовые у игоря сегодня игорь и сегодня киро у игоря себя тоже игра а так тут можно размер сделать под меня сейчас будет целая и то у меня сзади этот чейсмешница корону нет про корону у меня пока в комментах нет чего нет того нет так а чё мы в аптеку сейчас еще заедем в аптеку посмотрела ну то что мне выписывали при ари аллергии короче то что мне при аллергии выписали посмотрела там капли вообще по идее на полторы тысячи всего лечения но все остальное у меня есть надо только капли взять потому что сегодня прям вообще невыносимо невыносимо и в нос говорю гундю а капельки я помню мне тогда вы истинка помогли чем хорошо и сразу у нас пасмурно 15 градусов можно сказать сегодня у нас похолодало относительно но у нас было где-то так в районе 21 25 но тут обещают что там плюс 26 29 как-то так мелькает но понятно что каждый день как бы немного меняется температура но чем 26 29 там где-то у нас остается так что у нас в мае выдался теплее чем на юге и мы вот смотрим и блогеров и у нас кто знакомые живут в краснодарском крае прям говорят что блин холодно и ветер холодный как-то некомфортно и не по-южному зато у нас здесь ташкент ребят приезжайте на север погреться пока этого гнуса нету потому что сейчас нет ну комары летают сашу он уже покусали нормально причем так изрядно и ноги погрызли но пока нет мошки вода не падает вот мошки нет потому что когда уже появляется мошка это вот полный детство всей мошка и комарьё а сашка еще оводов боится вообще мохнатых летающих боится но оводов прямо она вообще боится она боится что они ее укусят да и отложат яйца у нее личинки эти отложат вот такие у нее страхи я пауков она оводов а я помню мы оводов привязывали беремочки за ниточку да и это на поводке их водили помню помню нет но тот на севере правда мы когда приехали у нас там тоже на украине были на юге оводы но наши оводы по сравнению с этими слонами просто вообще смех на палочке впрочем как и комары а здесь оводы прям слоны их реально на веревочку привязываешь и они тебя ведут за ними поспеваешь народ по выгребал ну правильно тепло я сейчас пораньше приступила к тому что хочу приготовить обед и не знаю будет ужин не ужин посмотрим в общем у меня здесь четыре грудки две я соли в перце уберу в холодильник на сутки потом просто запеку в духовке а две грудки сделаю со спагетти с шампиньонами и сливочном соусе останутся здесь я грудки брала не филе останется остов и шкурки и здесь я сейчас с уксусом взяла прокипятить мультиварку но она чистая в принципе но я тут готовила последний раз рагу и перец сладкий немножко вот есть такой запах сладкого перца рагу хочу от него избавиться потому что буду куриный такой бульончик варить легкий поэтому с уксусом хочу прокипятить сейчас отделю филе нарежу кусочками и уберу мариноваться здравствуйте девочки здравствуйте цыпочки привет друзья я первый раз с вами поздоровался а вы меня не записывали девочки но в общем бика тут готовит какой-то веке это она сказала вот смотрите вот это вот вот это вот вот это вместе вот с этим эти вдвоем это отдельно и вот это я не совсем помню понимаю куда она чего хочет и может там лапшу еще рядом и может вот это вот царь у нас царская лапша мы взяли последнюю упаковку в ленте при том мы ее брали с боем дело в том что вот здесь на штрих-коде нет одной цифры вот тут вот и мы в общем кассиром 4 цифры погадали но так как там за нами был еще один человек она сказала так вы возьмите ценник принесите я принес ценник и там была цифра 1 в общем а мы начали там 6 5 0 до 1 мы не добрались до кассир она не устала просто видимо еще в принципе нам не звонят по работе алло привет а чё там много 1000 а это день рождения абгаза классно да я заскочу тебя возьму наличкой вы слышали у нашей компании день рождения это не круглая дата по-моему какая-то 40 там может 6 или там не помню сколько лет нет больше ты чё я помню когда на ваш день рождения привозили звезд как не выезжали да там это было другое время и в стране в то же время было другое время это 2007 год был ну действительно время были другие но при старом губернаторе у нас но хорошо ну это коммерческая организация губернатор тут совершенно ни при чем но просто деньги были в округе и у вашей организации были подряды ну подряд короче ты вот не знаешь сидишь болтаешь только в этом дело короче премию нам сегодня мне дадут тысячу рублей я не знаю у нас в день ну в ленту мы тратим где-то рублей 800 это меньше вот на бухлишка тебе и хватит вот на бухлишками не хватит обмене а ей не хватит так что века бухлишка но так и ты не работаешь в газе тебе какая вообще я не заслужил хорошо живешь тут дороги почему-то мне на день дизайнеры ничего не это премии не выписываешь я красивее красивее я мечтай короче она готовит а кто у нас красивее скажите не говорите я это будет медные трубы не пройдет короче смотрите что у меня здесь курицу я порезала кусочками дала специи специи дала вот смотрите стеканая соль но почему снег она там и положено и быть я дала копченую паприку для вкуса девчонки очень рекомендую вот эту катами катани полетели эти катани у нас уже все она во все блюда теперь пихать классно нет я в мясные добавляю да и вам понравилось и последний раз врагу давала и вообще класс какому какому врагу ты давала и что ты давала этому врагу неправда короче здесь смотри сюда девочки не отвлекайтесь и дожди не отвлекаются здесь приправа для курицы дала соль чеснок и чуть-чуть черного перца сейчас это все перемешаю оставлю мариноваться будет потом со сливками вот этими делами и саша шампиньонами блоки делать короче вот это вкусно здесь соль перец и убираю на сутки промариноваться хорошенько в холодильнике потом просто буду запекать в фольге в духовке это для этого что ли ну да ну видишь что-то на костях осталось миску шкурку шкурку я не выбросил для того чтобы жирка чуть-чуть до чтобы он такой был хороший бульончик на томление на тушение буду мультиварки делать туда же лук карту я думаю у вас есть вопрос вот к этому да вот вот мой пальчик видит вот что я-то догадываюсь чтобы семена я думала знаешь прям вот так она курицем обрел учить землю и она так шла огромная растет для зелени и в супчик я дам вот эту лапшичку по вашему совету я ее прижарю прижарю также в мультиварке в чаши и чтобы она не разлезло издать не раскислой будет такой бульончик до сашки у сашки чуть-чуть да 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 что то животом у нее и кстати стану на фоне шикарного холодильника и кстати саша сегодня вот буквально я думаю она где-то минут через 40 уже освободиться она пошла писать егэ экзамен егэ по обществознанию ты почему меня перебиваешь ты там чамкаешь чем по по обществознанию экзамен егэ для 11 классов естественно все она его пишет но это задание следующего года короче прикол в чем это такой тестовый тестовый такой экзамен чтобы посмотреть насколько он сложен или прост и от из сашиного класса и в трое и вот они втроем там его сегодня сдают такие дела еще скажи что мы вчера узнали что мы про сашу узнали вот чем мы узнали я была вчера локи было девочки она оказывается у нас уже взрослая девочка с мальчиками она не просто встречается прям встречается у них любовь и с мальчиками ну с мальчиком с мальчиком с кириллом да они любят друг друга и хоккей любит оба это вчера так боле ручье у нее золотая медаль она идет на золотую медаль и какого-то там федерального масштаба и окружной я не понимаю как может быть какой-то масштаб я сегодня катал на эту тему такой думаю вика так еще сказала что ей сказали что федеральная это окружная господи какая школа находится в муниципальном образовании ханты-мансийск все но какая разница она же участвовала и во всяких да причем тут это я не знаю почему ценность у медали она измеряется масштабом а вот в том году губернатор вручал короче вы знаете что это такое объясните нам потому что я вчера писала заявление ну мы вчера у нас на обследование в больницу короче в два города поедет сначала в тюмень потом она поедет в питер едет она одна но в общем чтобы у нас ей нужно вы знаете да по егэ ну те кто не знает сразу расскажем результаты егэ получить может только тот кто сдавал но вот нашем случае можно написать заявление где предупредить о том что результат будет получать ну другой человек в данном случае мама но это лишает права на обжалование результата то есть если мама у нас расписалась получила оценку допустим там было три ну грубо да это вот грубо хер знает там не баллы всякие так вот если там три а а саша вниз не согласна она не сможет это обжаловать потому что оценку получила не на это бред я считаю в любом случае какая разница кто увидел оценку ну какая разница кто принял оценку почему она не может обжаловать что за бред вот этот бред и можно я добавлю ну кому-ка по поводу казани саша вчера правильно в instagram сказала в stories такую мысль почему в нашей стране да ну вот все мы знаем трагические события в казани которые случились я уже на по поводу этого уже говорила гражданской позиции безразличности наших людей до к окружающим и тому что происходит ну вот почему на сдачу экзаменов егэ огэ да детей шмонают хуже чем извините меня в местах не столь отдаленных рамки с металлоискателем да ладно попутаем не проверяют на наличие телефона вообще на предмет теле на предмет телефона вы понимаете или или часов вот этих смарт не оружие не оружие можно проходить ничего да вот так перед егэ их шмонают в то же время спада пожалуйста свободный доступ есть в школы до в учебные заведения что далеко ходить буквально сегодня прочитала в новостном тут есть телеграм новостной канал который называется ханты деньги нефтевышки он про наш округ и там про всякое то что происходит в округе теперь я сюда встану значит надо линейку нет я хочу здесь стоять так вот там была такая видеоролик где сегодня сегодня сняла мама какого-то ученика завела его видимо школу либо за ним зашла и она сняла охранника который спит круто то есть там просто сидит охранник а или там папа снял ну разницы нет родители родители да факт в том что охранник спит видно видео все показали и сказано прямо на комитете она все-таки да она комментирует что ну как бы вот несмотря на те события которые произошли в казани охранник просто буквально через день до после событий уже всем известно что надо усиливаться так внимательно не быть ну как у нас да у нас все это после драки кулаками машин и вот он дрыхнет и я там прочитал комментарий человек написал типа но а чего вы хотели на эту зарплату типа вот как платят так он и работает ну ребят причем тут это платят как работает ты не работа если тебе не нравится а а пройдет кто-нибудь вот так же с оружием мимо тебя спящего все тебя посадят кстати напомните помните случай когда в детский садик тоже человек пришел застрелил ребенка там за охранника посадили потому что он пропустил все эти охранники ну вот ну такое вот но есть конечно добропорядочные охранники которые отрабатывают свои деньги да даже малые но они делают свою работу правильно внимательно и им почет и уважение на самом деле вот виктория в это время протирает холодильник он у нее припотел там немного видимо еда он нервничает в нем появляется еда вот здесь у викули что-то а варится вода скорее всего смотрите 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 просто вода а знаете зачем это она после посудомойки промывает чашу таким образом она кипятит тут воду чтобы все микробы умерли вот так не учитесь значит здесь вы видели здесь вы видели здесь видели это обсудили поэтому все мультиварку я подготовила и хочу сюда сейчас отправить вермишель прижарится конечно это можно сделать и на сковородке но мне не хочется доставать расчехлять плиту она у меня закрыта вообще летом преимущественно у нас плита всегда закрыта и мы практически не готовим на плите так макароны спрашивали в комментариях есть ли у меня пластиковая лопатка есть конечно у меня их достаточное количество но чаша у нас уже потеряла свое покрытие видите я уже показывала это это потому что она стирается в посудомойке защитный керамический этот слой уже стерся вот до железа прям видно надо чашу новую покупать но я хочу новую мультиварку это мультиварка у нас с 2012 года так что я думаю уже по можно и новенькую так пусть поджаривается мне кажется уже готова вермишель я ее отсюда убираю возвращаю чашу даю перец горошком так 4 5 6 7 8 8 штук сама чаша горячая сейчас даст аромат сам горошек отправляю лавровый остов курицы эта грудка и и шкурки затем наливаю воду у меня здесь 2 литра этого будет достаточно закрываю я уже заранее включила режим тушения меня часто спрашивают девочки а почему у меня получается прозрачный бульон все просто если я варю в мультиварке это режим тушения если я варю в кастрюле на минимальном огне я всегда показываю чтобы еле-еле булькала на этих режимах при такой при таком способе варки у вас не будет бурно кипеть выкипать и от этого не будет мутнеть бульон все делаем на медленном огне на томлении сейчас час поварится через час я уже дам лук прикрыла здесь картофель чеснок морковь дам вот эти вот специи чуть-чуть именно вот эти вот и в последнюю очередь когда уже совсем выключу мультиварку добавлю добавлю сразу выключу и добавлю лапшичку будет достаточная температура лапша приготовиться забыла еще чуть-чуть соли да лапшичку будет лапшичка с вот